Ну что, с днём рождения меня! 41 год мне сегодня исполнился. Ребята, представляете, как давно я живу? Ядрическая сила. Вот сколько у меня было дней рождения, а их было достаточно много. Вот не помню, чтобы это был выходной. Как у меня день рождения? Обязательно будни, и я работаю. И вот сегодня то же самое. С утра проснулся, поздравил сам себя. И сейчас завтракаю, еду на работу. На завтрак, ребята, вот такие у меня праздничные с пылу-жару блинчики с мясом. Мясо. Кстати, вкусные, с пылу-жар вкусные. Я обязательно на сковородочке, никакой микроволновочки, только на сковородочке. А вон там он, в заляпанном чайнике, кофе-йок созревает. Надо чайник покупать. Блин, чайники расходник. Вот на год. Как ты его не береги, все равно газовая плита, да, на посуду ушатывая. Вот, ну чего, сейчас я завтракаю. Время-то без 15.09. Рано решил я сегодня не выходить, потому что смысла нет. Заказы начинают с полдесятого, чаще всего. Сейчас позавтракаем. И кумон эври-паде. Ну что, ребят, время 10 часов 16 минут, и мы едем в пункт А, улица Соколиная гора, чтобы забрать там спортматериалы какие-то, спорттовары, и отвезти в город Королев. 700 с чем-то рублей заказ. Прождал долговато, но вот решил взять, потому что, в общем-то, зеленая дорога до пункта А. ехать 25 минут. Сейчас мне осталось уже 11 минут ехать. Уже почти, значит, приехал. Вот, заказ, в общем-то, впритыковый. Нужно в 10.40 максимально на него приехать. Навигатор показывает, что я приеду в 10.28. Вот такой вот раскладик, первый заказик. Ну, в общем, нормально так вот. По зеленой дорожке прокатиться нормально. О, кто-то звонит или звонит. Из одноминутной я на месте. Ну, правда, быстро доехал. Практически по зеленой дороге. Среда вроде сегодня. Ну, видите. 4 балла пробки. Сезон отпусков. В общем, ездить можно сейчас. Так, ну чего? Где здесь? Показывает мне, что вот здесь. Вот здесь, что ли? Поворот машины не ставить. Поворот не ставить. Представить. Сейчас будут звонить. Ну, короче, беготня. Тут новый дом. Видите? Новый лифт. Блин, пока нашел, с ка стороны заходите еще. Ну, чего, отдали нам вот такой вот пакетик. Молодец я в том, то, что поставил машину на платной парковке. Точно платная, блин. Ай, я не заметил, представляете. Сам над собой удивляюсь, как же я так не обратил внимания на платную парковку. Ну, там какая-то стройка, пыль столбом висит. Я даже и в мысах не было, а знаки висят. Я даже не обратил внимания, ребята. Вот так вот будьте бдительны, ядрёныч. А то вы попадете на лишние деньги. Оно вам надо. Ну, и плюс я все-таки сегодня именинник. У меня подъем душевный, да, меня вот поздравляют. Ребята, спасибо, кто вспомнил. Спасибо за ваше поздравление от души и от сердца. Вот. И я все, знаете, здесь-то я, ну, тушкой я в машине, да, развожу заказы, а душой я на даче отмечаю день рождения, кушаю шашлык и радуюсь. Вот. Но не надо, еще раз повторю, терять бдительность. Не надо. На улице 23 градуса. Сейчас показывает. Я решил включить кондиционерчик. Хотя не сказать, что прям жарко, душно. Можно открыть окна, и этого будет вполне достаточно. Но пусть система работает. Она установлена в системе кондиционирования в автомобиле. Пусть работает. Ну и дома у меня кондиционера нет. Хоть здесь покайфовать в машине. Дома душегубка. Вон вертолет куда-то полетел. Ну, сейчас же этот идет салон Макс. Макс 2021. Может, туда он и полетел, в Жуковский. Заскочим на Газпром нефтушку. Раньше здесь другая заправка была. Другой компании. Газпром нефт сделали. Нормально. Тут единственный минус, что я не люблю, когда мне машину заправляют. А тут это прям обязаловка у них. Я люблю сам заправлять. Вообще, это заправка самообслуживания. Ну, то есть, как тут... Просто стоят терминалы такие. Ты подъезжаешь, суешь этот пистолет в бак. Подходишь к этому терминалу. Там нажимаешь, там заправится. Какой бензин, какая сумма. Вот. И заправляешься. Но Саят, это заправщики. Первый раз такое вижу обычно. Когда самообслуживание, сам полностью ты и обслуживаешься. И он прям еще такой настырный. Я говорю, да ладно, я заправлю. Я умею. Нет, 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 нет. И прям, так сказать, от начала до конца. Бак открыл, залил там. Понажимал мне. Я говорю, да я умею такими пользоваться. Он говорит, ничего страшного. И все, заправил, короче, крышку закрутил. И пожелал счастливого пути. Вот такой вот сервис, ребята, здесь ненавязчивый. Заезжаем в славный город Королев. Нас встречает вот эта прекрасная ракета Королев. Кто не знает, ребят, Наукоград. Наукоград считается. Всякие расположены здесь научные центры. Ну, почему Наукоград? Потому что всякие научные центры. Вон ведь Наукоград Королев. Пожалуйста. Связанные с космосом. Роскосмос, вот корпорация, видите здесь? Роскосмос. Вообще удивительно, что вот в этом месте пробки нет. Обычно вот до этого светофора как минимум, как минимум. Толкотня начинается вот от моста. И до вот этого светофора как минимум. Сейчас что-то пролетел так. Вот чтобы целый день таким был, малопробочным. Ну все. Бегать никуда не пришлось. И это классно. Получатель вышел у подъезда, забрал свой пакетик и все. Сказал спасибо. Не вопрос. Так, вот. Ух ты. Город Мытищи, а потом в текстильщике. Тысяча рублей. Нужен автомобиль. Так, с 12.00. Все, я забираю этот заказ. Мытищи. Это ее как раз. Ух ты. А я как раз в Королеве. Недалеко до Мытищи отсюда. Взять. Давай. Заказ уже назначен другому курьеру. Вот долго я сопли мял. Блин, ну как так-то? Как так-то? Как так-то, блин? Вы что так быстро заказы разбираете? Вы что, с ума сошли? Я не успел даже второй адрес толком прочитать. Ну, видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно, не судьба. Опа. Ивантеевка. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Ивантеевка тоже отсюда недалеко. Ивантеевка. Добор. 750 миллиметров. Подлокотник. Поколодник. Подлокотник. Поколодник. 500 на метр семьдесят. Две штуки. Так. Ага. Я вот это заберу. Блин, Вовантеевку. Ну, тоже, в общем, недалеко отсюда. Вот что тут. Он там, Матища. Он там, Ивантеевка. Так. Время, время, время. Время подходит. Так, 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 так. Так. Ну, что, взяли, поехали. Блин, наверное, придет с сиденьями тогда расклад. Ну, ничего страшного. Разложим. Ну, 30 минут до Ивантеевки. Блин. Ну, ладно. Конечно, прикольнее было бы, если я взял в Матищах закат. Блин, ну, 30 минут-то прилично ехать, да? Ладно, все, погнали. Взял уже, взял. Поехали быстрее, потому что там тоже впритыковый вон. Конечно, оказавшись за городом, малая вероятность, что ты возьмешь что-то рядом стоящее. Смотрите, какой культурный центр Королева. Да и вообще малая вероятность, что ты что-то возьмешь. И бывает, сидишь, сидишь, потом плюнешь, ездишь в сторону Москвы возле МКАДа, встанешь, там сидишь, сколько раз такое было. Вот, поэтому я вот смотрю, там, ну, опа, Ивантеевочка, да, забрал, Матища, оп, забрал. Да был бы даже город Пушкин, тут город Пушкин, я бы тоже бы его забрал. Вот, ну, а что тут еще? Редко, редко такое бывает, что вот так вот, оказавшись в Ивантеевке, и тебе бах на соседней улице заказ. Бывает, бывает, конечно, но редко, но редко. Вот, я что тут еще боялся, что будет закрыт вот этот переезд. Нет, повезло мне, повезло. О, Ивантеевка, заехали в город Ивантеевка, только чтобы указать, 6 минут показывает ехать. Там контора какая-то, наверное, контора, не конора. Главное, чтобы быстро загрузили еще бы, да, хотелось бы. Потому что разгрузка вообще там, я так понял, что участникам каким-то там дом, квартира написано. Разгрузка будет быстрой. Главное, чтобы загрузка была такой же. Тут, видите, одни эти склады какие-то, производства, грузовиков, море. Кошмар пророса. Вот что он хочет? А, на светофоре. Я думал, он припарковался на светофоре остановился. Короче, нам за светоформом, там направо, там база какая-то. Ни стоп-сигналы толком не видно, ни поворотников у него. Куда ты хочешь, я не понимаю. А, включил аварийку. Блин, обалдеть, а. Как вы ездите, ребята? Ну как вы тут ездите, а? Я просто удивляюсь. Вон еще один тут. Что за нашествие? Что за нашествие грузовиков сегодня? Так, ну вот он, ой, ёптай. Вот она, эта база. Так, тут-то стоянка бесплатная, интересно. Стоянка бесплатная, но со стоянкой тяжеловато, да? Проходная имеется. Ну, в общем, сейчас позвоню, узнаю. Где-то встать надо, блин. Вот здесь, что ли, встать? Встану здесь. На третий этаж, в офис. Там выписываем документы, потом на склад. Оформили документы, заняло это где-то минут 10. Такая система, нужно сначала подняться в офис, выписать пропуск. Подняться на третий этаж, выписать документы. И потом опять выписать пропуск, чтобы тебя запустили на территорию. Там дали схему склада, или склада, дали схему в офисе. Нужно сейчас приехать на склад, и там будем грузиться. Ну, в общем, заходи. Ти к нам на огонек. Так, где-то тут. Ты что, по этой схеме-то и не знаешь. Вот невесты, да? Вот невестушки. Так, ну, короче, теперь надо по схеме приехать на склад, и там нас загрузят. Вот он наш товарчик. Вот два подоконника, и что-то еще к ним белая какая-то штука. Все замотано пленкой. Поместилось, в общем-то, впритык. Он съезжает. Да стой-то уже, ёпты. Ну и геморрой, скажу я вам, ребята. В общем, блин, еле нашел по схеме, по этой. Я не знаю, кто ее рисовал. Руки просто надо оторвать за такие рисунки. Еле нашел этот офис. Там бытовочка маленькая, которую я сначала проехал, потом 20 раз мимо прошел, пока бегал пешком искал. Вот. Ну и тут такая свистопляска. Забираешь что-то на одном складе, что-то на другом. Тут производство. В общем, геморрой. Пропуск, да? До свидания. Вот. Вот. Ну и где-то в итоге я тут, наверное, ну час я... Сколько сейчас время-то? 13.32. Во сколько я сюда приехал. Ну час я где-то здесь убил. Да, платное ожидание сработало. Но платное ожидание максимум это 34 минуты. Остальное все за свой счет. Почему так удивительно, да? Заказчиком созвонился, говорю, у вас платное ожидание. Он сказал, не вопрос, не вопрос. Ну, не вопрос, не вопрос. Ладно. В общем, заказ стал там 1300 с чем-то рублей. Чуть-чуть накинули. А вот, теперь мне ехать. Блин, я думал в Техстильщике. Что-то я подумал, что эта улица в Техстильщиках находится. Оказывается, это находится на Волоколамском шоссе у нас, да, получается? Да, на Волоколамском шоссе. В общем, еду сейчас на Волоколамское шоссе. Навигатор показывает ехать час 13. Есть затырочки, как водится. Есть зеленая дорога, как водится. Хотел по МКАДу сначала поехать. Ну, можно было и через Мытищие проехать. Но через Мытищие пробка на уезде. На МКАДе дорожная работа. И, в общем, навигатор показывает, что самый быстрый путь это доехать до Третьего кольца по Ярославскому шоссе. Ну, потом до Ленинградского. И спуститься, и там немного. Ну, так и поедем. На Ленинградское шоссе с Третьего кольца я предпочитаю выезжать вот здесь вот. Не знаю, дольше это, не дольше. Но мне почему-то нравится. По крайней мере, пробки нету. Вот на мост ты тыркаешься. На мост, потом с моста. Такое взваивание дорог идет еще. Здесь я спокойно через Белорусский вокзал. Там, оп, едет, поливает вверх. Сейчас машину помоем. Ну, не помоем, то хоть освежим. Хьюма, эта штукатурка не будет отваливаться с крыши. Ну, хью. Я думаю, они в этих тоннелях выключают. Нет, и в тоннелях так же. Едет и полощет. Нормально. Нормально. Так, вот тут уже никого. А тут нормально всегда получается. Вот я еду, 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 как ведет дорогу. И на Ленинградской штабе там выезжаешь. И по нему попрямоешься до волоколамки. Куда это туда? В те кусты показывать нам. Ну, что, вроде как на месте. Хорошо, нет шлагбаумов здесь. Платных парковок. Блин, во дворах уже вообще платная парковка. С ума сойти. Так, ну что, надо где-то здесь вот вставать. Узнавать, какой подъезд у меня. Какой подъезд, какой этаж. Блин, а главное посмотреть. Мне это нужно все затаскивать или сам заказчик будет забирать. Сейчас глянем. Ну, хоть разгрузка оказалась быстрая. Это классно. Московский трамвай, ребята. Как быстро едет. Смотри, 60 километров в час почти едет. Вот гоняют. Как шумахеры, да? Трамваисты. Вот, ну что, короче, взял я заказ. Следующий. Едем мы на Сходницкую, метро Сходницкая, и потом отвезти на Поморскую запчасть, там 600 рублевник заказ. Ехать мне 16 минут до пункта А. Порядочно? Нормально. Ну, мы же профессионалы-достовисты, да? Мы всегда читаем техническое задание, примечание после того, как уже взяли заказ. Взяли заказик, а потом узнали, там, примечание открыв, что нужно то-то, то-то, там, сдача с 500 рублей. Или, например, там, паспорт для оформления пропуска или доверенности. Вот, ну, слава богу, у меня все это есть. Ну, сдача с 500 рублей нету, паспорт есть. Вот, ну, не выкуп, ничего не надо. Короче, задача, нам сейчас нужно приехать, там магазин, какие-то запчасти, какие-то запчасти. Назвать номер заказа, и нам выйдут эту запчасти, и отведем ее в пункт Б. В общем, ничего сложного нету. Куда ты прешь? Куда ты прешь? Ты вот, куда прешь? Без одной минуты я приехал. Приехал туда, не знаю куда. В контору куда еще? В контору приехали. Я думал, там будет магазин автозапчасти, там. Автосканеру. Хотя написано автоавто, что-то такое авто. Блин, не дай бог, опять какая-нибудь. Пропуск выпишите. Сходите, найдите, позвоните. Ну. А, вроде ворота открыты. Заеду сразу я. Багажник даже не буду пасть на коврик положил. Пусть валяется здесь. Так, ну чего, едем мы теперь. Улица Поморская. Это район Медведково. 46 минут показывает ехать по МКАДику. Есть затруднения в двух местах. Химки. И где тут? Ну, наверное, передал туфик. Передал туфик. Ну, как водится, как водится. Быстро отдали. В общем, все нормально. Номер заказа назвал. Он мне выписал накладную. Сам пошел. Там у них там же склад. Сам пошел. Получил. Мне отдал. Я расписался. И до свидания. Нормально. 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 Время 15 часов 52 минуты. А за портом 27 градусов, ребят. Вон, написано. 27 градусов. Нормально такое лето уже, да? Нормально. Вот как оно должно быть? 22, 27. 27 максимум. Плюс больше не надо. Плюс больше не надо. И работать нормально можно. Вот я так. Ну, сейчас я подключил кондиционерчик. Я записываю, да, на камеру. Вот, чтобы в салоне было потише. А так я бы, наверное, сейчас с открытым окном просто ехал бы. Да и все. Ну, и кондиционерчик. Пусть, пусть, пусть поработает. Фиг знает, что там. Какая погода. В сентябре, в августе. Скоро зима. Долгая, лютая, да? Система будет стоять на месте. Без движения. Пусть работает пока лето. Я считаю то, что это правильно. Правильно. Едем по Алтуфе. Опять эти мужчины что-то впереди раскопали. Опять, опять. Опять что-то раскопали, а? А что творят, а? То камерой, то раскопали. То раскопали, то камерой. Сколько всякого у нас тут в Москве происходит. Представляете? Ну что, почти приехал. Ситуен, Пежо. Сюда, что ли, нам? Можно и сюда. Можно и сюда. Можно и сюда. Так. А, вот сюда что ли? Вот сюда. Вот нам сюда. Ага. Вот нам сюда. Очень быстрая разгрузка. Позвонил. Ко мне подошел мужчина колоритного вида. Забрал свой пакетик. Сказал спасибо. И я ему сказал до свидания. Вот. Ну что, ребят. Время 16.24. Вот. Еду я в сторону дома. Хорош. У меня тут, понимаешь, день рождения. А я работаю целый день. Провести за рулем я не хочу. Вот. Надо мне забрать подарок. Из пункта выдачи. Сейчас я сначала в пункт выдачи. Покушать надо что-то. Уже кушать надо. Ну, надо что-то праздничное, наверное. Шаурмочку. Шаурмочку праздничную купить, Едрёныч. Ну, как говорится, сам себе не подаришь. Никто не подарит такое. Хе-хе-хе-хе. Прекрасная оплетонька. Прекрасная. Ну, подарок себе и машине. В общем, 36-х. Вообще, мне в идеале надо 36 сантиметров. Но я ее так и не нашел. На зоне там мне ребята советовали. Вот. Еще в запчасти заезжал. Нет. Вот 35-37. Ну, думаю, он нормально будет. Не будет соскальзывать. Кожаная, ребят. Это вот фирма Крафт. Кожаная. Видите, есочка. Оплетка рулевого колеса. Даже инструкция по применению есть. Ну, нормально. Уж дай бог. Дай бог не первая Едрёныч одевается. Так. О! О! Нормально. Ну, вот. И себе, и машиночке. Подарочек, да? Найси на здоровье, моя крысавица. Так. Ну. Ну, чувствую, что? Чувствую, сидит плотно. Правда, вот. Правда, вот, ребята, видите, нитки вот торчат. Ну, не нитки, а нитка торчит тут. Ну, это ладно, это обрежется всё. Ну, вот, ну, нормально. Я прям чувствую то, что хорошо она сидит. Плотно сидит. Мне нравится. 35-37, ребят. Ну, в идеале 36, вот. Ну, 36 я нигде найти не мог. Даже ролик снимал. Да, да какой? Даже 2 снимал. Первый раз в запчасти ходил пешком, второй раз на велике. Ездил. Вообще, в другой район, чтобы купить. Но там не нашёл. Раньше было, сейчас нет. 36. Ну, есть, видите, 35-37. Вот, в идеале. Брал на озоне, если что, ребят. Со скидкой получилось 500 с чем-то рублей. А без скидки она что-то там в районе 700 стоила. Кому интересно, ребят. Вот, 35-37. Нормально. Нормально подошла. Ну, вот, подарком я доволен. Сам себе не подаришь, никто не подошел. Ну, что, ребят, шаурму я не стал брать, думаю. Но шаурму мы и так возьмём. Ещё в праздный день шаурму есть. Короче, решил праздничный ужин себе сделать. Что в него входит? В него входит картошечка. Такая жареная картошечка с лучком. Ну, и вот такие вот стейки. У меня всегда что-то такое валяется в морозилке. На быструю руку. Ну, они уже как бы замаринованные в лоточке. Вот, сейчас покажу. Её вытяну. Вот в таком лоточке, вот, чертизовский эсколоп сочный. С овощами и специями. Ну, можно там его, надо сырку потереть, там, помидорчик, да, в духовочку. Сделать, типа, как мясо по-французски, а можно и так же. Я решил, так, так уже есть хочется, серьёзно. Целый день не маковые росинки. Вот, ну, сейчас сделаю и буду праздновать. А, ну, из напитков у меня есть. Вот такой вот морсик. Ну, и тортик тоже купил, как же без тортика. Такой вот скромный ужин. Давайте, ребят, пока у меня шкварчит картошечка, почитаем наш заработок. Ну, с конца. Строительный проезд, улица Поморская, 641 рубль. Ивантеевка Константина Царёва, 1376, с ожиданием. 1376. Так, 641 плюс 1376. Плюс первый наш заказик был 763 рублёвник Соколиная гора Королёв. 763 рубля. Плюс 763. Равно 2780 рублей. Заправился я на 600. Минус 600. И заработок составил 2180 рублей. Ребят, хочу поблагодарить тех, кто при регистрации в Достоевисте вводит мой код. Мой код, который в описании к этому видео. Ребят, если вы будете вводить этот код, то и вам 300 бонусов, и мне 300 бонусов. А 300 бонусов, это 300 рублей. То есть, вы свой первый заказ можете оплатить бонусами. Порядочно? Я считаю то, что очень порядочно. И я вот тоже так вот заказики. Нет, нет. Ну, если вы зарегистрируетесь, ведёте, то и я буду оплачивать некоторые заказы бонусами. Вот. Ну что, картошечка уже почти подошла. Вот. Ну так, покатался. В общем, если бы не вот эта заморочка с этими, ну, с окнами. Как их, блин, забыл назвать. Ну, и карнизами, окнами. Ну, там и окна, и карнизы. То, в общем-то, можно было сегодня и 4 заказа сделать. В общем, я и планировал до полпятого, до пяти поработать. Видите, там много времени потерял. Ну, хорошо, платные ожидания оплатили. Вот. Так что вот так вот. Ну, я считаю, нормально. Я так не устал особо. Нормально, нормально. Ну, вот такой вот получился праздничный ужин. Смотрите, какая прожарочка красивая, да? Я слышал, кто-то где-то говорил, что нужно немерено масло, чтобы сделать красиво картошку. Да нет. Я кладу большую луковицу, чуть-чуть масочкой. Получается красивый цвет. Вот такие вот сочные эскулопы. Вместо хлеба у меня огурчик подсоленный. Также нашел вот такой вот Байкал черноголовской. Решил его допить. Вот. Морсик потом. Вот. Ребят, ну, сейчас я покушаю, отдохну. Потом, может, запущу стримчонок. Посидим. Вот, чай с тортиком попьем. Ну, я сейчас тоже кусочек тортика съем. Ну, отпраздную праздник. Ребят, вам спасибо. Вам от души и от сердца. Меня вот поздравили. Ролик-то чуть-чуть попозже, моего дня рождения выйдет. Меня поздравили в Инстаграме, ребята. Спасибо, кто помнит, кто знает. Вот. От души и от сердца спасибо вам. Вот. Спасибо за поздравления. Спасибо за то, что смотрите канал. Спасибо, что подписаны на Инстаграм. За все спасибо. И то, что заходите на стримчонки. Ребят, еще будет много роликов. Подписывайтесь. Устанавливайте лайчонки. Нажимайте колокольчик. И до встречи в новом видео. Ну, пока-пока. Буду я немножко кушать. Пока.